В эфире «Сыскное дело» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С наркотиками весом почти 2 килограмма. По данным наркополицейских, двое задержанных входят в состав организованной преступной группы. Это действительно большая преступная группа, действующая на территории Самарской области и близлежащих регионов. По поставке наркотических средств, не только растительного происхождения, водитель автомобиля арестован. Наши сотрудники продолжают разработку данной преступной группы. С наркотиками шутки плохи. На время судебного разбирательства Ричард Филипп Бочиус останется под стражей. Такое решение вынесут Октябрьского района, отказав подсудимому в изменении меры пресечения. Гражданина Великобритании, бывшего сотрудника СамГТУ, обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере. Его задержали в августе этого года на съемной квартире на улице Лукачева в Самаре, где, по данным следствия, в кармане его одежды было найдено более 30 граммов гашиша. Более двух месяцев британец провел в следственном изоляторе. В ближайшее время суд допросит свидетелей по делу и самого обвиняемого. Будут допрошены свидетели. По данному делу заявлено около 10 свидетелей, после чего будут допрошены подсудимые и исследованы материалы дела. Сам Бочиус своей вины не признает. Если она будет доказана в суде за незаконное приобретение и хранение наркотиков в особо крупном размере, ему может грозить до 10 лет лишения свободы. В Самаре задержан 42-летний мужчина, который, по данным полиции, собирался перебросить на территорию колонии, что в Красногринском районе, более 20 свертков с наркотиками. Позже экспертиза установила, это был героин. По результатам проведенного исследования установлено, что в светках находилось более 208 граммов героина. Сотрудники органов внутренних дел устанавливают канал поставки героина на территорию Самарской области. В регионе продолжается второй этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». До 27 ноября всем, кому что-либо известно о хранении и распространении запрещенных веществ, могут позвонить по телефонам горячей линии городского департамента общественной безопасности, городской прокуратуры и областного управления наркоконтроля. Номера телефонов вы видите на экране. Преступная беспечность в Красноярском районе. Неподалеку от поселка Водино водитель грузовика слил химические отходы прямо в придорожный овраг. Вылечить ядовитое озеро теперь предстоит экологам. Нарушителя задержали, ведется следствие. Но, как говорится, осадок остался. Наш корреспондент побывал на месте ЧП. Это не долина гейзеров, а самарская обводная дорога. Уникальные кадры, снятые в первые минуты работ, спасатели передали нашей телекомпании. Кислотное озеро, которое образовалось здесь в ночь на 17 ноября, устранять начали с раннего утра. На первый взгляд кажется, что это снег. На самом деле известь. Ею засыпали кислоту, потратили около 40 тонн. Вон там еще остался участок с кислотой. Его только предстоит нейтрализовать. Возможно, опасные вещества есть и под снегом. В загрязнении окружающей среды обвиняют мужчину 43-х лет. По данным следствия, водитель грузовика вез 20 тонн ядовитых отходов с одного из промышленных предприятий на полигон Вульяновск, где их должны были уничтожить. Как говорит нарушитель, по пути машина сломалась. Серную кислоту решил слить прямо у дороги. Но потерпел фиаско. Полицейские задержали его на месте. Оперативный дежурный направил туда ближайший экипаж дорожной патрульной службы. Прибывшие сотрудники полиции обследовали участок дороги и обнаружили грузовой автомобиль МАС с полуприцепом цистерны. Из документов, которые мужчина предъявил полицейским, следовало, что в цистерне находилось порядка 20 тонн отработанной серной кислоты. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Пока следствие решает, административное это нарушение или уголовное, экологи уже обработали большую часть зараженной местности. Сначала пропитанный химикатами грунт смешали с содой. Потом в ход пошла негашеная известь. Из-за газового облака, которое периодически перемещалось на дорогу, приходилось на время останавливать поток машин. Благо он небольшой. Здесь ездят в основном грузовики с мусором, дорога ведет на свалку. Специалистам удалось существенно понизить класс экологической опасности. На этот раз, говорят, обошлось без серьезных последствий. Экологическая катастрофа это не назовешь. Здесь площадь заражения не более 100 квадратных метров. В водоемы это не попало. Очень оперативно среагировали все службы. Благо сейчас зима, поэтому вред минимальный, скажем так. До корней это не успеет добраться. Слава богу, в лес это не просочилось. Зато едкий запах химикатов дошел до ближайшего поселка Водино. Был сильный запах, да. Родные с этого приехали, с Кенеля. Там зерно привезли, говорят, у вас так пахнет газом, вот в водинку заезжать. Ну, запах сильный был, да, конечно. Чем пахнет? Ну, не знаю, каким-то таким специфическим, чем-то химическим таким. Работы по нейтрализации кислоты планируют закончить уже сегодня. Потом начнется так называемая рекультивация почвы. Зараженный слой снимут и вывезут на полигоны. Летом, обещают экологи, здесь вновь зазеленеет трава. Горячее ночное дежурство выдалось у сызранских госавтоинспекторов. Около 11 часов полицейские заметили белую иномарку, маленький пассажир которой не был пристегнут. Машину попытались остановить, но вместо этого водитель нажал на газ. Погоня продолжалась около 10 минут. В какой-то момент иномарка съехала с главной дороги и застряла в снегу. Выяснилось, ей управлял 16-летний подросток. За его нарушения теперь придется отвечать родителям, а с ним самим будут разбираться в комиссии по делам несовершеннолетних. Той же ночью инспекторы ДПС Сызрани гонялись еще за одним нарушителем, на этот раз нетрезвым. Вазовская легковушка виляла из стороны в сторону. В какой-то момент на скользкой дороге машину занесло, и она врезалась в столб. Никто не пострадал. От прохождения медосвидетельствования нарушитель отказался. Теперь его ждет лишение прав и крупный штраф. Полицейские иногда тоже нарушают. Один поспешил, второй не заметил. В Самаре на пересечении Московского шоссе и Революционный полицейский микроавтобус протаранил две легковушки. Эти кадры были сняты на видеорегистратор. На записи видно, как поток машин, движущихся по Революционный, пересекает перекресток. В этот момент на него выезжает машина полиции. Столкновения избежать не удается. Полицейские ехали с включенными маячками. А вот про звуковой сигнал забыли, включив его лишь в последний момент. По предварительным данным, никто не пострадал. В Самаре усиливают меры безопасности прежде всего на таких стратегических объектах, как вокзалы и аэропорт. В Курумыче прошли учения по ликвидации массовых беспорядков. Участие в них приняли представители сразу нескольких ведомств, в том числе и сотрудники ФСБ. Как силовикам удалось погасить недовольство нарушителей порядка, расскажем прямо сейчас. Аэропорт Курумыч ежедневно через терминалы прилета и вылета проходит около трех тысяч человек. Это около 40 междугородних и международных рейсов. Не исключены и задержки. Большой пассажиропоток диктует строгие правила, но следовать им готовы не все. За моей спиной десяток молодых людей. По легенде учений, их рейс задерживается уже на несколько часов. Собственно, это их и возмущает. Бунтовщики перекрыли выход из зала вылета и не пропускают никого. Подобная ситуация в аэропорту Курумыч произошла в прошлом году. Руководство аэропорта, служба безопасности, полицейские и психологи. К общению с недовольными пассажирами приступают сразу несколько специалистов. По их словам, первым делом необходимо определить зачинщика беспорядков. Самый главный человек, который заводит всех, его успокоит. Самый главный. И тогда все будет спокойно. Пытаемся убедить пассажиров еще пойти на попятную, отказаться от своих замыслов. Ну, если это не приносит результата, то уже тогда более жесткие действия. По сценарию диалог не складывается. Бунтовщики продолжают стоять на своем. К делу подключаются представители спецслужб и бойцы ОМОН. В считанные секунды дебоширов скручивают. Дальше с ними будут работать полицейские. Ответственность вплоть до уголовной. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok